Добрый день! Добрый день! Комитета по защите традиционных и конституционных прав граждан от автоматизированной обработки персональных данных и электронной идентификации. Сложно, но очень важно. Это мы тоже будем сегодня обсуждать. Наконец, он руководитель рабочей группы по защите семей и детей от ювенальных технологий при Московской городской думе. Вот уже, кажется, обрисовался круг тем, которые мы будем сегодня непосредственно обсуждать. Николай Николаевич, совсем недавно святейший патриарх Кирилл выступил в Государственной думе. Среди многих вопросов, которые были им затронуты, были вопросы ювенальной юстиции, гендерные проблемы и вообще, что делать с законодательством на эту тему. Что-нибудь новенькое после этого произошло? Какова была реакция разных сфер общества на это выступление? Знаете, реакция патриотической общественности на это была очень позитивная. Фактически, то, чем занимался ряд общественных организаций, начиная с 2009, активно с 2010 годов, после всероссийских родительских форумов, когда внедряли проект, форсайд-проект Детсо-2030, трансформирующих наших детей в роботов, которым школа на флешку, установленная в мозгах, заливает необходимую для их жизни информацию, это вызвало очень большой всплеск общественности. И тогда на все эти проблемы, насаждение каких-то глубоко антитрадиционных, неконструктивных технологий воздействия на общество, было проявлено очень большое внимание. И здесь было классифицировано несколько таких угроз традиционному обществу. Это со стороны крайне токсичных, зарубежных, ювенальных технологий уничтожения семьи, фактически разрушающих пятую заповедь. Это активное насаждение всевозможных электронных идентификаторов личности, отменяющих имя человека. Это проблема навязывания западных законов о социально-бытовом насилии. Суть которых тоже можно охарактеризовать, это уничтожение заповедей непрелюбосотворения. И когда мы начали анализировать все те законодательные инициативы, которые после ратификации ряда международных конвенций пытались нам втолкнуть в нашу национальную правую систему, мы вдруг увидели, что они несут очень глубоко такой антидеструктивный вектор, разрушающий наши базовые какие-то цивилизационные архетипы. И фактически сейчас уже можно говорить, что на каждую заповедь в условиях отсутствия духовно-нравственной экспертизы, законодательства и приоритета и верховенства норм морали над нормами права идет попытка через обязывания законам граждан закреплять какие-то стереотипы и модели поведения, попытка немножко исказить нашу систему ценностей и даже навязать иногда псевдо-ценности. И Патриарх об этом как раз и говорил. И, к сожалению, приходится констатировать, что 22-го он выступал в Государственной Думе, и уже в течение февраля, несмотря на то, что он явно выразил озабоченность попыткой насадить однополые сожительства, навязать ювенальную юстицию, навязать безальтернативную электронную систему учета граждан тотальную. В течение месяца было предпринято ряд мероприятий в Государственной Думе, абсолютно, скажем так, нивелирующих эти установки. То есть против этих установок? Да, 26-го февраля было собрано совещание женское, где активно обсуждался вопрос реанимации закона о гендере для исполнения международных... То есть вопреки выступлению Патриарха, как я понимаю? Да, гендер, это, как мы, значит, понимаем, это правослашение ООН, гендерное равенство подразумевает абсолютизацию права выбора человека с тем, что пол данный человеку биологически при рождении не имеет значения, в течение жизни он может выбрать любой. То есть оба пола равны? Уже не идет речь о равноправии полов, которая нам хорошо известна, а идет речь о равноправии, сначала их было 5, потом 7, а потом уже несколько десятков гендерных полов, которые можно назвать, одним словом, всевозможные извращения. И в праве этих извращенцев усыновлять детей приемных и так далее. И самое плохое в этом, что, как мы видим во многих странах мира и на Западе, преподавание этим глубоко аморальным, токсичным идеям, оно уже вовсю начинается с детских садов на Западе, уже не говоря о школах. И, к сожалению, и у нас были такие попытки, когда издавались массовым тиражом учебники для детей среднего школьного возраста, младшего. Значит, второй момент. 13 февраля очень быстро проявились слушания о принятии закона о трансплантологии. Суть этого закона сводится к тому, что на все население создаются единые медицинские реестры. На основе СНИЛСа, этого личного кода, личного номера человека, который у нас фигурировал в российском паспорте. И все сведения, доступные медицинским организациям, вносятся в эту медицинскую карту. Значит, тут же были попытки внести поправки, что этот СНИЛС, как личный номер человека, присваивается каждому чуть ли не с рождения и с регистрации в органах, то есть регистрация акта в гражданском состоянии. И фактически он является тем ключом к доступу, ко всем сведениям от человека, которые система накапливает с рождения. Чем это грозит человеку? Чем это грозит тем, что на этих слушаниях четко прозвучало несколько очень опасных для всех нас мыслей. Это первое, что презумпция каждого на донорство по умолчанию. То есть любой человек, одновременно, что он просто человек, тут же расценивается, как и донор потенциально. То есть возникает некоторая угроза его жизни, потому что если уж очень нужны будут его органы, кто-то может этим воспользоваться. Они очень нужны. Мы имеем опыт в Сербии, где всех пленных и около 3000 детей сразу на военный конфликт, все черные трансплантологи сосредотачивались, ну, скажем так, бросались на этот военный конфликт. Мы имеем на Украине те же самые попытки. Мы имеем более 2500 детей в Италии, русских усыновленных, которые официально признали, что они, скорее всего, пропали бесследно, потому что были использованы на органы. И, значит, это не только презумпция на донорство каждого человека. Технология какая? Допустим, где-то человек избил машину, он без сознания. Если в течение часа врачи констатировали отсутствие у него мозговой деятельности, это легко можно целой серии медицинских препаратов имитировать, то если в течение часа не нашли родственников, а в этом едином медицинском реестре не нашли записи о том, что он отказался от посмертного донорства. Да, родственники были где-то в поездке далеко. Да, и не дозвонились в течение часа. То есть все, он может идти на органы. И там был внесен такой же очень, значит, и причем детское донорство. На тех же самых основаниях. И с учетом того, что на детей создаются сейчас во всех регионах медицинские карты, и там происходит оцифровка всех медицинских параметров детей, все радиоэлектронные базы, технические средства, которые занимаются обработкой персональных данных, они абсолютно прозрачны и подконтрольны создателям, среди которых нет российских и фактически зеркально отображаются в американских базах. То есть мы можем столкнуться с тем, что каждый наш ребенок, если он кого-то заинтересует с точки зрения трансплантологии, будет постоянно находиться под угрозой. Потому что, к сожалению, информация, в том числе это персонально-медицинская, и закон об обработке персональных данных, были еще в 2009 году, выбраны статьи об ответственности операторов и о необходимости их защиты и шифрования. Что было принято на этом собрании в начале февраля? Ну вот эти парламентские слушания, которые 13 февраля... Это нам грозит, на какой стадии рассмотрения это находится? Это нам грозит, что в ближайшее время может быть принят законопроект о трансплантологии, который обязан закрепить все основные конструктуальные мысли, идеи, закрепленные... А текст такого закона уже готов? Он, знаете, мы... общественность его останавливала более трех лет. Он висит на сайте Минздрава, и, к сожалению, там вот все эти вопросы прописаны. Но по нему можно разговаривать долго. Меня поражает сейчас, активно сокращаются врачи, медицинские учреждения. Этим законом предусмотрено чуть ли не в каждом медицинском учреждении. Будет куратор, трансплантационный куратор, который, как только ему поступает сигнал, сразу будет подбирать все сведения о вот этом человеке, который кому-то может пригодиться на орган. Ну, естественно, мы уже имеем нормативно про УАЗу. Может быть, вы видели в аэропортах, там иногда женщины с такими голубыми сумочками, что как бы перевозят кровь. Точно так же там буквально разрезали, перевозят органы. Да, и если ты не войдешь, не согласись на нахождение в этой базе данных и не напишешь отказ, согласившись с тем, что ты будешь полностью в этой базе данных, на основе снился, то фактически ты сам себе написал приговор в случае любого эксцесса, инцидента на улице и потери сознания. А вычислить тебя совершенно не составляет никакого труда, потому что, несмотря на то, что патриарх на этих слушаниях сказал о необходимости сохранения традиционных систем учета, альтернативных всем этим электронным системам, и несмотря на то, что с помощью общественности нам уже удается откладывать внедрение ОЭК, ОЭК — это универсальная электронная карта, которая является одним из видов носителей этого идентификатора, который может быть, скажем так, либо в электронном удостоверении личности, либо в этой банковской универсальной электронной карте зашит, либо, скажем так, вживлен под кожу, либо уже, как сейчас в Татарстане, детям выдают браслеты с этим идентификатором, которым является СНИЛС. Несмотря на то, что вот за неделю до Нового года мы насаждение поголовное, тотальное на все население страны, универсальной электронной карты удалось отложить на два года, телеграммами, сбором подписей за сохранение традиционных систем учета, они активно сейчас продолжают совершенствовать законодательство, создающую всеобъемлющую систему тотального электронного учета и контроля всех граждан. Это поправки идут в исполнительное производство, в уголовно-процессуальный кодекс. То есть все, как это достаточно жестко работает на Западе, через два года это, в принципе, может быть достроено и у нас. У меня вопрос. Нужно, в принципе, вообще отказаться от электронного учета? Или какие традиционные документальные возможности нужно сохранять? Дело в том, что так или иначе, даже паспортная система, мы знаем, находится в электронной базе. Когда вы уезжаете за рубеж, вас проверяют по компьютеру. И большинство людей, которые так или иначе попадают в интернет, они сами себя регистрируют, таким образом делая некую электронную заявку на регистрацию, например, в социальных сетях или создают свои сайты, то есть дают о себе электронную информацию. Что нужно оставить, по-вашему, чтобы не было вот этой угрозы? Знаете, угроз здесь много. Одна из угроз, это мы можем... Просто бумажные документы, все? Вы знаете, до настоящего времени у нас были разрозненные ведомственные базы данных. Своя у МВД, своя, значит, медицинская в какой-то степке и так далее. Их, в соответствии с законодательством, не обобщали и не сливали. Сейчас же идет активный процесс интеграции на основе СНИЛС и личного номера человека, интеграции их в один общий массив. И здесь человек становится абсолютно прозрачным, голым перед этой системой, которая накапливает о нем информацию из разных источников. И если мы посмотрим на 152-й, на федеральный закон о персональных данных, даже отзыв согласия на сбор и обработку персональных данных, не как бы человеком, о котором Лукаво иногда пишет в этих согласиях, он не влечет за собой, скажем так, отказ оператора от осуществления этих действий. Я хочу задать наивный вопрос, абсолютно наивный. Если нечего бояться человеку, если он абсолютно чист, перед Богом, перед законом, если у него все в порядке, чего ему бояться, если он будет просвечен, электронно просвечен? Просто это мне лично интересно. Знаете, это очень такой вопрос, на него в двух словах не ответишь, но я вам могу сказать, если мы исходим из нашей православного мировоззрения, каждый из нас может в чем-то оступиться, сделать какой-то плохой поступок, православие подразумевает во выбор между плевелами и пшеницей. Не бывает героев, а люди, они ошибаются. Согласен. Каждый человек одновременно может покаяться, дать обет, что он больше не будет совершать этого плохого поступка. И все равно его совершили. И в воскресенье, как бы его душа воскреснуть, и он обновится для новой жизни. И православная Пасха, она как раз символизирует обновление души человека. То есть вы подразумеваете, что электронная система будет ловить людей вот на этих темных пятнах их жизни? А электронная система, она будет накапливать от человека всю информацию. В том числе и негативную. Всю, и негативную, и позитивную. И она не простит ни одной ошибки. Она не простит ни одного... Потому что это машина, да? Да, потому что она бездушная машина. Не простит ни одну... Ну, знаете, вот сейчас, да, установили все эти камеры. Ты проехал два месяца назад, нарушил где-то что-то, через два месяца ты уже забыл об этом, к тебе приходит штраф. Вовремя не оплатил, в двойном размере. То есть эта система не прощает. И как вот сейчас иногда разговариваю с некоторыми ополченцами, которые на Украине с Запада приехали. И, знаете, задаю им вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы довели в своих странах, вы же умные люди, до такого массового растения, до таких вот акций, просто уже какого-то дегенеративного свойства. Они говорят, когда у нас в школах насаждали вот эти вот все, гендер, растение половы и все остальное, многие из нас начинали понимать, что к чему это ведет, к чему может повлечь это дикое разрушение традиций. И как только мы где-то обозначались и высовывались, сразу тебе кто-то заявлял, что вот 7 лет назад ты не вовремя уплатил налог. И поэтому или уголовная статья, или... Или соглашись. И вот таким образом, то есть ничего не простит человеку эта электронная система. И такой важный позитивный фактор развития общества, как покаяние, он будет уходить из жизни, в том числе и через другой момент. Ведь если человек покаялся, больше не желает совершать и повторять свои ошибки, старается забыть о них, значит, как бы... А здесь ему обязательно напомнят. А здесь хотя бы, а если один человек в поисковике набил какой-то запрос, я вот столкнулся, однажды хотел приобрести какой-то предмет, и в течение полугода в контекстной строке мне на любой запрос обязательно... Вот как его на этот предмет, да. То есть это идет... Кто-то изучает ваши пристрастия и вкусы, да? Да, да. Совершенно верно. И вот в зависимости от этой пристрастии уже... А так как все эти электронные системы... И, собственно говоря, что такое идентификатор, да? Который снился, этот крючок на каждого нас вешают. Это на самом деле крючок, к которому привязана очень технологическая леска в виде оптиковолоконного кабеля. Кто-то держит в руках удочку, и если нам кажется, что у нас есть пока определенная степень свободы, то это ровно настолько ее отматывает. Ну да. Но как только будет задан какой-то другой вектор, сразу проставлением одной галочки на массах, так сказать, каких-то классифицированных по каким-то признакам людей, можно дискриминировать людей тысячами. И почему именно цифровая идентификация осуждена на Нюрнбергском трибуна... Международном трибунале? Именно потому, что фашизм активно использовал технологии упрощенной цифровой идентификации людей в канцлагерях и так далее, для уничтожения людей, скажем так, тысячами одномоментно. Вот. А эта технология как раз позволяет, неизвестно, как она будет называться, фашизм или, так сказать, глобализм, но факт тот, что она выстраивается. И противоречит еще и бессрочным нормам международного Нюрнбергского трибунала. И выстраивается она, начиная со школ. Николай Николаевич, у меня следующий вопрос. Вернемся к выступлению патриарха на заседании Государственной Думы. Там он затронул вопрос ювенальной юстиции, но, между прочим, сказал так, что некоторые аспекты ювенальной юстиции требуют доработки. Почему возникла ювенальная юстиция как таковая? Защита прав детей не от взрослых, не от семьи, а каким-то образом защитить права ребенка на выживание, например, на питание даже, на то, чтобы он мог жить. Я не защищаю ювенальную юстицию, но мы же с вами имеем два варианта объяснения этого явления. Одно – это законодательная защита детей, а второе – это то, что у нас сейчас развивается. некая традиция, связанная с, может быть, даже отъемом детей. Вот это вот является сложной, а не сама ювенальная юстиция. Мне кажется, здесь патриарх был прав. Нет, ювенальная юстиция, она как раз содержит чисто антирусский обратный вектор. Понимаете, вот именно вопрос стоял о том, чтобы оградить преступников от, с одной стороны, от общества, а с другой стороны, от какой-то безысходности, от вредных внешних воздействий. Раздруха и так далее. И вот как раз ювенальная юстиция западного образца, абсолютно игнорируя у нас колоссальный педагогический русский опыт, навязывает другую систему, обожествляет ребенка, что ребенок неприкасаемый. Он может делать все, что хочет, и никто не может его ограничить в его поступках до совершеннолетия. Даже родители. А если вдруг родители его за какой-то плохой поступок поставили в школу, или он даже, может быть, сночиничал в школе, никто не имеет права его наказать. И как раз вот ювенальными технологиями происходит отчуждение искусственного ребенка от родителей. А если пьющие, невменяемые, наркоманы родители, что делать с ребенком? Оставлять у него? Вы знаете, вот еще раз мы говорим, что у нас детей вообще не только у таких родителей, но и которые вообще не имели никаких родителей, после войны были миллионы. Согласен с вами, погибло 15 миллионов мужчин. Да, да. И тем не менее... Очень много было безотцовщим. Да. И тем не менее, была создана система хрисовизации, и на этих детях фактически страна взлетела в космос и добилась очень больших достижений в своей истории. А здесь нам насаждается глубоко токсичный западный колониальный вектор. Ведь если мы уж совсем посмотрим в глубь истории, эти технологии были апробированы в Австралии, когда англичане детей аборигенов перевозили, перепрошивали им мышление сознания, и обратно они фактически возвращались с теми же самыми колонистами и проводниками тех английских идей. Мы эту технологию видим, захвата детей, значит, в Америке в начале того века, когда точно так же захватывали детей индейцев с тем, чтобы загнать одних в резервации и, забрав наследников, получить доступ на это наследство. И тоже их пытались перевоспитывать, значит, в соответствующих колониях. И мы имеем опыт Гитлера, который забирал детей из кровно-биологических семей в 6-7-летнем возрасте. И создавал детские организации типа Гитлер Югент. Да, и вот все эсэсовцы, большинство из них, это как раз изъятые дети, и на основе это психологическое травмоизъятие из кровно-биологической семьи воспитанных биосадистов. И, к сожалению, сейчас мы потом, эти подходы не были ликвидированы, и мы видим всплеск в 46-м году в Финляндии, когда ювенальные службы, скажем так, для того, чтобы освободить, скажем так, Финляндию от русских, пытались отнимать у многодетных русских матерей детей, чтобы избавить их от красной угрозы. Мы видим Норвегию, где Гитлером было создано порядка 10 вот этих служб, так сказать, ювенальных, сейчас они разразились до 100. И, к сожалению, вот этот глубоко антисемейный концепт под названием «Ювенальная юстиция и ювенальная технология», он пророс во всех международных институтах. Николай Николаевич, время наше истекает, и я бы хотел вас спросить, из того, что вы хотели сообщить, из новостей, которые происходят в этих сферах, что-то, может быть, вы упустили, еще не сказали? Да, к сожалению, да, вот также в феврале была ратифицирована конвенция о усыновлении детей в Испанию. Еще планируется также ратификация. Да, это было широко объявлено по радио, телевидению, все знают, но никто не прокомментировал это, хорошо это или плохо, и почему именно Испания? Нет, Испания – это одна из стран. Одна из стран. Да, еще предусмотрено около девяти, заканчивая банановым уругваем. Фактически эти страны могут быть неким этапом, некоторыми странами передержки для последующего становления, в том числе в Америку, за границу и в другие страны. И в чем смысл? Пока у нас создаются технологии вывоза детей за границу, в том числе через усыновление и так далее, всегда внутри государства существует рынок на изъятых детей, которых могут себе присмотреть для усыновления люди с богатого запада. И как раз они являются тем поддерживающим всю эту инструктуру ювенальной юстиции в нашей стране инструментом. Исходя из того, что это только... И меня поражает, несмотря на санкции, несмотря на геополитическое противостояние с Западом, идет реализация всех, вместо отмены и денонциации всех этих глубоко антитрадиционных конвенций. То есть идет все равно союзное решение каких-то проблем? Да, идет. Этот вектор продолжает нарастать. И сейчас в условиях ультралиберального реванша, если мы сейчас снова не начнем осознавать угрозы нависшей над нашей страной, мы можем получить, что все эти глубоко деструктивные технологии, вещи, которые нам удалось остановить в течение 5 лет, снова будут дожаты. И тогда уже все, что мы видим на Западе, может быть и у нас. Спасибо, Николай Николаевич. Вы вновь подняли очень важные проблемы. Самое главное, что вы их сделали актуальными. То есть вы постоянно держите руку на пульсе. Напоминаю, что у нас в гостях был Николай Николаевич Мишустин, который занимается всерьез проблемами ювенальной юстиции, гендерными проблемами, проблемой электронной идентификации личности, которые сейчас являются очень острыми, в том числе и для многих православных. Спасибо. Ждем вас еще у нас. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok